Всем привет! Меня зовут Алик Аксенов, простонародье Декстер. Я думаю, меня помните. Новое поколение не очень, но старое, я думаю, припоминаете. Сегодня расскажу вам о заминке, потому что я уделяю ей достаточно внимания, как и разминке, потому что это также важно от травм, от всяких заболеваний, от забитостей, от триггеров, от спазмов, ну и, конечно, элементарной крепотуры. Поэтому покажу вам основное упражнение, которое делается после тренировки. Например, возьмем базовое, это подтягивания выхода на две, отжимания на брусьях, отжимания в стойке, это у нас верхний грудной отдел, плечи, бицепсы, предплечья и так далее. Про ноги я потом расскажу чуть попозже. Первое, это у нас подтягивания элементарные. Я расскажу, какие мышцы задействованы и как их растянуть в конце. Когда мы подтягиваемся, уже работает предплечье, пока мы висим. Когда мы подтягиваемся вверх, подключаются широчайшие бицепсы, ромбовидные, задние дельты, то есть почти вся верхняя спина. Поэтому нужно противоположное движение подтягиванием на расслабление. То есть самое уникальное, которое у нас участвует, верхняя плечевая зона, ну, задняя спина. И чтобы компенсировать, нужно наоборот это свести обратно. Поэтому мы делаем вот таким образом тыльной стороной ладони, за поясницу, локти между колен. И медленно, очень аккуратно сводим коленями, локти. Так называемые подосные мышцы. Ромбовидные, подосные, подлопаточные. Ну и чуть-чуть заднюю дельта. Большая, круглая, малокруглая, да, как-то надо забыть. Вот. И тем самым это все хорошо растягивается. Полминуты-минута, больше особо не надо. И обратно выходить тоже очень медленно. Чем заминка отличается от разминки? Тем, что все делать надо очень медленно, потому что после забивки мышцы укорачиваются, туда наливается кровь, и их нужно очень аккуратно вытянуть в исходное положение. Когда они свежие, можно делать это все быстро, резко, чтобы раздражать как нервную систему мышцы. Когда это забитые мышцы, надо делать все медленно, либо вообще в статике. Поэтому мы доводим себя до легкого дискомфорта, и тем самым чувствуем, что мышцы медленно растягиваются, выходит в исходное положение, расслабляется. И после этого можно чуть-чуть, чуть-чуть еще ее выглядели. Это базовое упражнение. Можно между подходами, но лучше все-таки, наверное, в конце тренировки. Потому что между подходами, если делать эту заминку, то мышцы расслабляются. И потом, конечно, подходы будут делать тяжело. Поэтому все-таки лучше сделать все упражнения, и в конце уже прям можно буквально сразу делать эту заминку. Итак, следующее упражнение у нас работает бицепс. Специфическая растяжка, потому что многие делают вот так вот. Тут бицепс все-таки немножко второстепенный, потому что тут идет передняя дельта. Поэтому бицепс нужно схватить примерно под 90 градусов и уходить вот сюда. Опять же, не вот так вот. Тут грудные мышцы. Но это тоже нужно. Но сейчас мы пока рассмотрим заминку после подтягивания. Поэтому непосредственно бицепс мы хватаем таким разом боком и скручиваемся в это положение. Очень хорошо тянется бицепс. Так называемый брехиалис он проходит между бицепсом и трицепсом. По серединке. И тоже где-то полминуты-минуты. Одну руку, полминуты-крыли. Чувствуется, как расслабляется. Все, значит, цель достигнута и медленно выхватить. Следующий это у нас задняя дельта. Тоже достаточно непросто ее протянуть. Нужен определенный угол. То есть, есть универсальная заминка, растяжка всех задних групп мышц плеч. То есть, это чуть-чуть грудные, верхние дельты и большая круглая. Но чтобы приключить прям конкретно вот эту заднюю дельту, которая забывается, нужно чуть-чуть идти боком. И вот таким образом его противоход не растягивается. Включается наискосовка. Мы давим чуть-чуть вниз и чуть-чуть бок. Очень круто. Ну, еще, конечно, широчайшее тоже. Но широчайшее, если хотите отдельно, оно забилось. Потому что у кого-то забивается одна мышца больше, а у кого-то меньше. Это делается таким образом и с небольшим наклоном. То есть, задней. И наклоняемся в сторону. Опять же, задняя дельта как синергист. То есть, она тоже будет тянуться дополнительно. Но основная тянется широчайше. Вот. Если еще головой чуть-чуть вдавить назад, еще подключается трицепс. Ну, а трицепс Эрика мы будем все-таки отдельно брать таким образом и уходить. То есть, прижать руку и уходить. Конечно, все эти вряд ли упражнения вы будете делать, потому что долго. Поэтому отталкивайтесь от тех мышц, от той боли, которая вас непосредственно больше всего беспокоит, их забитость. Вы чувствуете прям там на лифте. И эту мышцу прежде всего тяните. Остальное достаточно чуть-чуть хотя бы, как я говорю, полминуточки. Если сильно какая-то мышца забита, ну, можно два-три подхода, так же, как у нас на прокачку идет, так же я рекомендую делать это и на растяжку по подходам. То есть, полминутки-минутку потянули, отдохнули. Потом другую руку и снова первую. Так, следующее у нас предплечье. Вот, тут достаточно все просто. Даже есть несколько вариантов на вкус. Первое, это мы берем таким образом до пальца и вытягиваем на себя. Здесь можно уже посильнее, потому что предплечье это очень мощные мышцы, там мощные связки, порвать их, ну, крайне тяжело. Поэтому можно прям хорошо так, но делать все равно медленно. То есть, статики, либо медленные динамики. Вот, и то же самое там около минутки, чтобы почувствовали мы ослабление. Там другую. Либо, если хотите сэкономить время, можно сразу два предплечья. Таким образом и уходим чуть-чуть назад, поднимаем обычно себя. Предплечье, там очень много мышц на самом деле. Поэтому несколько упражнений есть. Вот это основное. Есть еще на сгиб. Но это, если мы определенное воздействие делаем специфическое, это там медленно выходы на две, либо какие-нибудь там с резиной движения, с грузиком. Это противоположное движение мы тыльной стороной делаем и тоже оттягиваемся назад. Вот здесь уже аккуратнее, потому что там немножко все-таки неприятные мышцы и спожилия. Поэтому тут делаем до легкой боли. Ну и можете немножко экспериментировать, делаем чуть-чуть вбок. Крутить их наружу. Тришься. То же самое плечи. Начинаем отсюда, потом заборачиваем сюда. И тоже уходим чуть-чуть вбок. С помощью вот всех вот этих градусов мы можем задействовать все мышцы и плечи, а их около 20 штук. То есть можете вести картинку анатомии, их очень много. То, что есть у нас супинаторы, пронаторы, сгибания, разгибания, отведения и так далее. Так. Следующие грудные. Тоже не так просто. По-первых, все это будет сложновато. Но потом вы поймете и сами прочувствуете, как лучше тянуться. Чтобы грудные мышцы растянуть, нужно примерно 45 градусов. То есть не слишком высоко, не слишком низко. Примерно 45. В обиганале. И то же, как и на бицепсе, мы смещаем вперед. Только здесь мы не воворачиваем. А здесь мы просто смещаем вперед. И вот эта мышца должна прям тянуться, прям очень мощно. Может даже кому-то будет неприятно, но это полезная боль. Вот, поэтому полминутки-минутки находится в этом положении. И меняем. Можно чуть-чуть там выше-ниже. Потому что не у всех ровно 45 градусов. Ищите сами градус тот, где наиболее сильная такая тянущая боль. Но, опять же, не прям сильная, чтобы не порвать мышцу. Но и чтобы не было просто комфорта. То есть должен быть небольшой дискомфорт. И вы должны на этой грани маневрировать, чувствовать. Потому что если вы там чуть-чуть раз и ничего не чувствуете, то эффекта будет мало. Все-таки нужно добавить, чтобы было прям около предела. Итак, это у нас после подтягивания отжиманий. Ну, естественно, выходы. Есть и отжимания в стойке у вас были. А я думаю, многие из вас тренируются. У нас еще подключаются верхние трапеции, шаги. Тут на самом деле все достаточно просто. Мы голову максимально прижимаем сюда, тоже делаем аккуратно. А руку чуть-чуть разворачиваем наружу, ну и тянем ее вниз. Понятно, сильно мы ее не вытянем вниз. Но, тем не менее, плечо должно быть опущено. Просто многие вот так вот делали. Толку никакого. Нужно плечо опустить здесь, чтобы точки прикрепления с двух сторон все это вытянулось. Тоже полминутки. Медленно возвращаем. Ну, заселение эффекта можно схватить рукой. И вместе отклоняться. Но тут прям будет очень неприятно. Можно начать сначала просто, потом чуть-чуть еще выводить, чтобы еще сильнее с этой точки шага. Итак, руки основаны и все. Но есть более мелкие мышцы. Я думаю, я это расскажу вкратце. Потому что не у всех они забиваются, они более глубокие мышцы. Ну и тут все-таки надо не доводить до такого тренировка, чтобы еще глубокие мышцы забивались. Потому что с ними уже работать труднее. Тут уже нужен глубокий массаж и определенная гимнастика, баня и так далее. Вот. Ну, еще одно движение, которое и на глубокие мышцы, и на поверхностные, но все-таки больше, наверное, на поверхностные, это скрупчивание к себе. Здесь тоже задняя дельта, но еще немного передняя дельта. Передняя, на самом деле, очень трудно тянуть. Потому что задняя мы тянем так, передняя мы тянем так, а средняя, это нужно пропустить руку сквозь тело и тянуть так. Так как у нас не получится, приходится чуть-чуть здесь экспериментировать. То есть выворачивать руку, тянуть вверх и на себя. И чувствовать именно среднюю дельта. То есть, если это передняя, если вот так мы чувствуем заднюю, то со средней нужно чуть-чуть выворачивать и тянуть еще вверх. То есть, сами чувствуете, что вот эти три дельты, они все прорабатывались, все растягивались. Так, ну, в общем, чуть-чуть еще расскажу про ноги, ну и мышцы спины, потому что, если добавляете гиперэкстензии, лодочки, обратной планки или боковые планки, то нехило добиваются мышцы. Начиная от крестца, ресницы, грудной отдел, ну и даже бывает до затылка. Вот, на самом деле, самое тут элементарное, это складка. Но, хоть она и простое упражнение, не все его делают правильно. Очень многие любят делать вот так вот. Мы тянем, получается. Поясницу, но шею у нас поднялась. Очень часто говорят, что чем это делать, непонятно. На самом деле, чтобы полностью проработать все вот эти возгибатели спины, нужно подбородок полностью опустить в груди. И полностью вот это хранится. Можно даже дополнительно еще чуть-чуть доложить. И вот таким образом можно покачаться, повисеть. Лучше это делать стоя, потому что весь свой вес тела, он уходит вперед. Потому что если сидя, все-таки немножко идет компрессионная нагрузка на позвоночник. Для здоровых людей нормально, но у кого болит спина, там, кто там протрузит грыжи, лучше это делать стоя. Потому что тогда отсутствует там прессия. А если сильно тянет бедра, а вам нужна все-таки спина, можно чуть-чуть колени подсогнуть. И вот таким образом обнять. Но опять же подбородок не напряжает. И отсюда можно чуть-чуть их выпрямить. Здесь больше тогда подключается все-таки мышца спины. Потому что если с прямыми, то сильно еще задействует бедра. Но если у вас была тренировка на ноги и выпады, приседы, то лучше тогда с прямыми ногами, чтобы полностью от бедер до затылка все растаять. На ноги давайте я покажу вам тоже буквально несколько упражнений. Потому что все-таки если вы добавляете выпады, приседы, да и даже элементарный там бег с подскоками, то у нас есть ягодицы, мышцы бедра, передние, боковые и задние. Ну и игры непосредственно. Вот. На самом деле куча есть, конечно, там мелких мышц подразделений, но есть универсальные, наверное. Ну и не скажу, что мною придуманное, но я немножечко модернизировал. Сразу четыре части бедра мы тянем по сути одним упражнением. То есть первым мы опускаемся таким образом. Можно держаться рукой, у кого особо нету гибкости, как у меня. Вот. И мы тянемся, задняя часть бедра тянемся к ноге. Пятка обязательно здесь лежит. То есть на мыске мы не находимся, потому что нагрузка на колено-сустав. А так она так. Вот. И тем самым также мы медленно прижимаем колено прямое, несет на себя. Дальше. Внутренняя часть разворачиваемся таким образом. И тянем уже внутреннюю часть бедра. Сейчас уже все названия, я сейчас боюсь не вспомню, но я знаю, что приводящие мышцы и еще какие-то длинные приводящие коробки. И так далее. Потом квадрицепс. Это мы разворачиваем уже вперед. И плюс к этому мы сок, пятку прижимаем в пригодицы. Это уже для особых хардкорных. Можно уже прижать до конца. Да, да, да. Не у всех такая гибкость, но тем не менее. Можно достаточно, в принципе, даже так. Главное, чтобы чувствовать лицо по трицепсу. Вот. И последнее. Это внешняя сторона бедра. Это называется напрягатель широкой фасции. Самая мощная фасция. Она тоже бывает сбивается. Тут мы разворачиваемся еще больше наружу. И делаем тоже аккуратно, чтобы себя, как и сустав, не умеет. Поэтому мы делаем это очень медленно. Если болят мышцы в этих всяких положениях, которые вам интересны, значит, он нормальный. Вот. Если болит сустав, значит, что-то у вас проблема. И это упражнение лучше не делать. Не путайте, главное, боль мышцы и боль сустава. То же самое наоборот. Здесь мы встряхнули, чуть-чуть отдохнули и делаем на другую. Сначала задняя часть, это бицепс бедра. Потом внутренняя. Квадрицепс, передняя часть бедра. И еще сильнее, сравнорогно. Внешний. Тут можно даже, в принципе, чуть-чуть присесть. Ну, хорошо, у каждого как по уровню гибкости. Ягодицы, по сути, тоже растягивают, пока мы делаем вот эти повороты. Но она как-то идет как дополнительная, но это же на другую ногу. Если хотите отдельные ягодицы, то рекомендую просто лечь на спину. И максимально прижать себе таким образом ногу. Это у нас большая ягодица, в чем тянется. Если вы ничего не чувствуете, то прижимайте себя всем телом. То же самое, имитация. Как будто вы тянете к себе рукой. Вот и тут вы просто всем телом прижимаете себя. Тоже немножко изъеки. Да. Так, ну и икры, я думаю, великого не секрет. Мы просто убираемся. Стену и по очереди одну, вторую. Можно вторую ногу поднять, чтобы выселить. Тоже сам по полминутке поменять. То есть, ну, организм разные, у людей все индивидуально, поэтому у кого-то полминут достаточно, у кого-то минута. У кого-то там 45 секунд. Но средний в этом промежутке. То есть, полминуты это минимум. Опять же, не путай с разминкой. Потому что очень часто разминки делают это упражнение. Она вперед хорошо, бегом, прыжками и так далее. В конце это не то, что вредно. Но это немножко все-таки опасно, потому что мышцы забиты. И такие резкие навыки все-таки могут микроразрывы. Поэтому в конце делаем медленно. Полминуты, медленно-медленно. А есть у многих проблема. Очень у многих это даже трапеция. Это мой этаж. Только трапеция не верхняя, а нижняя называется. Там есть еще средняя, но это она такая, как симбиоз идет. Вот. Складка она все-таки, ну, не совсем полноценно не растягивает. Тут нужна, так называемая, поза плуга из йоги. Кое-что добавлю. Но она такая специфическая не для всех. Потому что, во-первых, все-таки немножко это для затылка неприятно. Ну, не все могут это позволить. У кого-то там лишний вес, или у кого-то там может быть давление и так далее. Поэтому сейчас покажу сложный вариант, но он эффективнее. И кто не может, попроще. Сложный вариант делается таким образом. То есть мы закидываем через березку. Назад. И руки в замок разворачиваем наружу. И пытаемся положить колени за макушкой. Либо хотя бы возле ушей. Можно чередовать ноги с брось, ноги вместе. И тоже где-то около минутки. После этого не спеша. Прямо аккуратно мы выходим. И прям по позвонку вот так вот мы опускаем. И можно в этом еще и в это время немножко прыжать. Вот. Простой вариант. Мы берем либо какое-нибудь полотенце. Либо какую-нибудь резину. Ну, в общем, в какой-нибудь любую тряпку. И прижимаем от себя. За туловку тоже груди. Вот. Тут мы наоборот чуть-чуть горбимся. И тем самым мы растягиваем полностью нижнюю трапецию и верхнюю мышцу этой шеи. Там тоже их много. Кременная мышца шеи. Асист, астисты. Вот. Здесь тоже можно чуть-чуть экспериментировать. То есть, вы можете чуть-чуть влево, чуть-чуть вправо. Потому что бывает часто трапеция одна у кого-то зажимает. Кто-то проснулся, не с тобой дернул головой. И все. Это естественно спазмировано. Это почему? Потому что в предыдущий день полстревки вы не потянули. Поэтому даже если вы не чувствуете особо забитости, все-таки вам рекомендую делать. Это прям самое обязательное. Поза плуга, складки, это самое обязательное. То же самое основные мышцы. А остальное все непосредственно зависит от нагрузки, которую вы получаете в течение тренировки. Если у вас были подтягивания, это у нас, как я говорил, бицепс, широчайшие задние дельты предклечья. Если у вас отжимания, то это грудные, передние дельты и трицепс. А, поясницы. Да, напомню. Есть отдельные мышцы поясницы, которые забиваются. Это подключаем скрутки. То есть мы смотрим в противоположную сторону, а прижимаем ногу в это. То есть если правую ногу мы скручиваем влево, то сами мы смотрим вправо. Вот таким образом полностью идет эта диагональ. Очень хорошо прорабатывается выше споясницы. Тоже полминутки. Потом возвращаемся. Не забываем, что это 90 градусов. То есть примерно уже прямой. И прижимаем себя рукой. Ну, естественно, как вы поняли, на разминке это делается все-таки в более активном варианте. Можете поднять ноги и просто ногу разогреть. Либо отдельно буквально на пару секунд одну ногу, пару секунд другую. Вот, поэтому разница разминки-заминки по сути элементарная. Разминка делается активно, но перед тренировкой. Заминка пассивно, медленно, статично и после тренировки. Ну, а на этой ноте я с вами прощаюсь. Если есть вопросы, я думаю, что-нибудь там напишу в комментарии. Буду заходить под видео. Задавайте, не стесняйтесь. С вами был Олег Аксенов. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok